В нашей стране более трети специалистов с высшим образованием – инженеры. Эта профессия постепенно возвращает в себе былую популярность. Конкурс на инженерный факультет РУДН в этом году в среднем составил 11 человек на место, а на некоторые специальности доходил до 30. Надо было нарисовать рисунок, геометрические фигуры. Было довольно сложно, но у меня получилось. Я вот очень рада, что поступила в РУДН. Мне очень здесь нравится. Вот я приходила на консультацию, все очень нравится. Я довольна, я просто безумно счастлива, что поступила сюда. В День знаний на самом созидательном факультете РУДН более 150 человек посвятили в студенты. На путственные слова декана факультета Николая Пономарева, профессорско-преподавательского состава почетных гостей произвели самое благоприятное впечатление на первокурсников. В конце мероприятия новоиспеченные студенты получили символический ключ знаний – ключ к воротам в свою будущую профессию. Просто очень рада. Я так долго ждала этого, стремилась к этому. И вот, наконец-таки, моя мечта осуществилась. Это замечательно просто. Традиционно большое внимание на факультете уделяется языковой подготовке. Студенты интенсивно изучают иностранные языки и дополнительно получают дипломы переводчика. Такие разносторонне подготовленные специалисты всегда востребованы на рынке труда. Вторые постройки мне нравятся. И новые, особенно мне нравятся стеклянные здания, которые часто покрыты стеклом или зеркалом. Это очень красиво. И я решила, что хочу тоже заниматься этим. И хочу тоже проектировать такие здания. Возможно, найти что-то новое и построить в своем городе родном. Факультетские лаборатории оснащены уникальным оборудованием и приборами, позволяющими проводить научные исследования по актуальным проблемам мировой отечественной архитектуры и градостроительства. Основная задача инженерного факультета РУДН – подготовка востребованных специалистов, громадных управленцев, которые могли бы возглавлять производство и руководить предприятием. Вероника Нехотина, Илья Шагиев, Новости ТВ РУДН.